Спасибо. Здесь он говорит, что что касается второго класса тантры, чарья тантры, что касается этого класса тантры, чарья тантры, не так уж много текстов переведено на тибетский язык. Но он изучил главный текст, Варачан Абхисамбодхи. И таким образом смог узнать основные характеристики, особенные характеристики этого класса тантры. Из третьего класса тантры йоги я изучил основную тантру, славную Тадвасамграху, и ее толковательные тантры, такие как Ваджасикхара, и насладился пиром йога тантры. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе, укладясь в мудрости святой. Что касается его изучения третьего класса тантры, Он учился под руководством своего основного учителя, Лама Чунгбул Хепа. Сначала ему приснился сон, что он получает от него учения. И затем он воочию с ним повстречался и получил от него учения. Из четвертого класса высшей йога тантры я изучил коренные разъединительные тантры, отцовской тантры Шри Гухи Самаджи, почитаемые индийскими мудрецами, как Солнце и Луна, а также тантры йогини, такие как Самвара и Хивача, и Калача, кроме тантры первопроходцев, чьи методы отличны от всех прочих сутры тантры, вместе с ее толкованием Вималапрабхой. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе, укладясь в мудрости святой. Здесь он рассказывает о том, как он изучал Анутара-йога-тантру. Что касается отцовских тантры, он изучал Гухи Самаджи-тантру. Затем он отправился в затворничество. И в местечке под названием Шалу, он получил учения от Лама Чумбулхепа, как я уже говорил выше. И существует традиция объяснения тантры Гухи Самаджи. Он получил учения, в этом смысле, от Риндавы. И в случае материнских тантры, то есть цикл учения по Чакрасамваре, Хеваджи, Ваджрапани. Он получил все посвящения и все объяснения от великого настоятеля Риндчана Намгела. И он также получил учения, традиции, как правильно Гандапад, да? The whole body mandala. Чакрасамваре, учения по мандали тела. And also the permission to practice of the Manjushri Arapatsa. And similarly, the Luipa tradition. And also the initiation of Krishnapada from Чунг-кул-хепа. And he also received the explanation of the great commentary of the root tantra composed by Петун. He also received the great commentary of the root tantra. Yes, Петун. He received that teaching also. And with regard to the root tantra of He-Vajra, he received this teaching in accordance with the Sajya tradition from one Sajya lama called Do-Jirinchen. And with regard to the Kala Chakra, he received this complete teaching of the external Kala Chakra, internal Kala Chakra and other Kala Chakra. Он получил полное учение по внешней Kala Chakra, внутренней Kala Chakra и альтернативной Kala Chakra. So in the Kala Chakra, we talk about external Kala Chakra, which refers to the Chakra or will or system of the movements of constellations, stars. And then the internal Kala Chakra refers to the system of movement of internal human body systems. внутренней Kala Chakra, которые имеют отношение к внутренним энергиям, которые движутся внутри человеческого тела. So these are the two Chakras, Kala Chakras that must be purified. And third is called other Kala Chakra, which refers to the Kala Chakra teachings. So through this understanding of Kala Chakra teachings and practice, you purify the external system and the internal system. So therefore there is a reason to say that when we give the Kala Chakra, we say Kala Chakra for world peace. So there is a reason to say that when we give the Kala Chakra we do it for the world on earth. I go on? Yeah. Thank you. Then second, yeah. Second, how all these teachings don't do him as practices, as instructions. So then means, after dead or then means that after he had done all his extensive hearing from all the great teachers, then the purpose is to to help others also to develop that faith just as you have developed through hearing. So the purpose of that extensive hearing is not for intellectual exercise, but for practice, for the benefit of others. So therefore it is not wise to say that you may have a lot of teachings and hard a lot of teachings, but when it comes to practice, if you say, oh, this is a, you know, this came from this celestial being, this deity, this spirit, so that kind of believing in not the real practice, but for some manifestations is not good. No, it's not good. It's not good if we will constantly утверждate, that we have visited such teachings, we have listened to all these teachings, but in our spiritual practice we will be more focused on some divine beings, the spirit, and so on, and so on, and so on, and so on. You mean something happened and it's connected to the spirit? Sometimes people say, yeah, because some divine, you know, prophecy met to me, then I got this experience, that, it's not like that. So that extensive hearing is for practice. So that extensive hearing is for practice. They are in the process of listening, they are for practice. For example, having heard extensively on the Vinaya Sutra, you should practice your morality faithfully. Having listened extensively on the Sutra Pitaka, you should focus on the subtle cause-effect relationship and maintain mindfulness on these practices and actualize concentration and having heart extensively on Abhidharma Sutra, you should try to cultivate the right worldly view and beyond worldly views and remove confusion with the true truths and eradicate ignorance and eradicate So for achieving such level of practice, it is not enough to have a partial practice should have a thorough understanding of the path just like traveling from here to America you should have some idea the path through which you are traveling for example if you are somebody who has no idea about deer and I give you a gun and say please shoot the deer you have no idea about the deer so what is the use of that gun you might shoot some other animal so therefore in order to shoot the ignorance ignorance actually as we discussed ok now I ask what is ignorance now we explained this very much history as having independent existence independent existence is not there but if it is there how would it look so that we have to know otherwise it's like trying to shoot the deer when you have no idea about this deer so therefore you should have a clear idea if there is a thing having independent existence it should not depend on cause it should not depend on condition it should not depend on you know the parts and it should not depend on the mind that gives the designation like that you should have a clear idea поэтому нам нужно очень четко представлять себе что если речь идет о независимо существующей вещи то такая независимая существующая вещь не должна зависеть от причин не должна зависеть от условий не должна зависеть от составных частей не должна зависеть от сознания которое накладывает тот или иной ярлык или обозначение и еще очень важно удерживать в уме полную картину духовного пути потому что с одной стороны когда мы видим все эти бесконечные отрицательные эмоции которыми мы обладаем эти отрицательные эмоции они очень хитрые они все время ищут удобный случай когда вас охватывает гнев он приходит к вам как будто бы ваша поддержка когда привязанность приходит к вам оно как будто бы хочет вас поддержать так они могут прийти к вам в любой момент они все время выжидают удобного случая и приходят они по-разному чтобы как-то справиться с этой ордой негативных эмоций одного метода недостаточно нам нужно много стратегий это сродни тому как мы сражаемся с настоящими врагами если мы хотим победить определенного врага в настоящем мире то тогда нам нужно точно представлять себе какова его военная сила сколько у него вооружения нужно чтобы у нас было очень ясное представление на этот счет и таким образом мы сможем подготовиться поэтому очень важно удерживать в уме полную картину духовного пути потому что никогда у нас не будет в руках быстрого решения быстрого решения которое одномоментно нам помогло на пути к духовному пробуждению там нет такой кнопочки на которую нажми и вот ты уже пробужден нет автоматизации в этом процессе это не как аппарат для приготовления кофе на кнопочку нажал и вот ты уже пробужденное существо это все находится в согласии с законом природы например дерево нужно время пока дерево вырастет даже цветочек нужно время пока он вырастет когда мы были маленькими но и вы наверняка точно так же поступали мы сажали цветочек семечко зароняли в землю и на другое утро хотели раскопать и посмотреть что там происходит а когда цветок пробивался уже из земли ты его тянул чтобы посмотреть как там все устроено но это никак не помогает в процессе роста цветка просто нужно время пока цветок вырастет поэтому нам нужны все эти разнообразные духовные пути поэтому для духовного практикующего очень важно удерживать полную картину духовного пути в конце текста ламрим ченмо большой ламрим приводится сжатое изложение всего пути если у вас есть если у вас есть ламрим то в конце там есть две-три странички где Цонгкапа суммаризирует процесс сутрик и тантра приводит краткое изложение пути в соответствии сутрой и в соответствии с тантрой нужно взять это за основу для того чтобы это служило для вас подспорьем и тогда вы сможете по каждому пункту там что-то сказать как-то развить каждый из пунктов во всех текстах категории ламрим вы найдете описание всего пути например если у вас в распоряжении есть короткий ламрим который называется основа всех благих достоинств этот ламрим удобен потому что вам будет очень легко все этапы пути там проследить а если вы хотите узнать подробности то конечно полезно читать больше поэтому джангапа говорит нам что отрывочное понимание неполное понимание не станет решением наших проблем все учения будь то относящиеся к сутре или к тандре они предназначены для претворения в жизнь для претворения на практике с одной стороны вы должны предлагать усилия и совершать практики поклонения к определенным божествам особенно манджушри развивать себе веру есть разница между верой и когда тебе что-то нравится если мне нравится мой отец то это просто он нравится это не называется верой это приязнь если мне нравится манджушри это называется вера если мне нравится закон причинно-следственной связи это тоже вера вчера мне тоже задавали вопрос о том какая разница между верой и доверием можно доверять своему отцу но там нет места вере с прочной сильной и неизменной верой манджушри не читать окей не читать как я уже сказал вы должны слушать учения размышлять и медитировать Также опираться на личное божество, например, на Манчжуши, сохранять чистую нравственность и прилагать усилия для того, чтобы накапливать благие деяния и наоборот устранять дурные. И заниматься двойной практикой и направленным сосредоточением с одной стороны и аналитической медитацией с другой. So that is the way to see how to do proper practice. And in the case of Цонгкапи himself, in the beginning he could not receive direct teaching from Манчжуши. But when he went into a very strict retreat and through the help of a translator between him and Манчжуши, there is a Lama called Lama Umaba. He used to get the direct vision of Манчжуши. And so through Lama Umaba, he was able to ask many vital points on sutra and tantra practice. And also practiced that Манчжуши. And then gradually Манчжуши appeared before him. And постепенно случилось так, что Манчжуши предстал перед ним. And Манчжуши said you should not develop kind of biased attitude towards what appears and what is empty. That means there are things that exist, there are things devoid of independent existence. Both should be treated as equal. Similarly, Манчжуши taught him about the differences between the view of the Savatantrika Madhyamika and Parasangika Madhyamika. Также Манчжуши рассказал ему о разнице в воззрениях между Savatantrika Madhyamika и Прасангик Madhyamika. Similarly, the difference between inborn grasping and imaginary or philosophical grasping. Он также рассказал ему о различии между врожденным цеплянием и цеплянием, в основе которого какие-то философские воззрения, воображаемом цеплянием. Similarly, the subtle and gross object of negation. А также о различии между тонким и грубым объектами отрицания. Also, the measure of having realized the view and also many important points of Tantra. And in fact, Madhyamika told him, when Tsongkhapa said, some of this I can't understand properly, then he said, you must write down and collect merit and purify negative deeds and also engage in analytical meditation and then what I've taught today will become a seed for you to understand this. Okay, so then next we talk about how the teachings on Paranjiparamita appeared as practices, as instructions. Until thank you. Until thank you. Manjusha Yeah. Yeah. Manjusha I haven't read yet because you stopped me. I read this and next time again. You read all this. No, I haven't. I started to read but you wanted to explain. But I will read too. Okay. This and that. But I have средством изгнания тьмы из ума ученика, я молился, чтобы все учения предстали как практические руководства, и усердно создавал все нужные для этого причины. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе, укладясь в мудрости святой. Трудясь над этим, я обрел особую убежденность на этапах к пробуждению, к традиции, пришедшей от Нагаджуны и Асанги, и совершенство мудрости, наилучший труд о глубинном, явилось мне как практическое руководство. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе, укладясь в мудрости святой. Здесь рассказывается о том, как он достиг убежденности в учении по Ламриму, и как это учение предстал как практическое руководство. Что касается практики Ламрима, постепенного пути к пробуждению, он следовал традиции Атиши, который написал текст, который называется «Светочный пути к пробуждению». И в какой-то момент в своей жизни, пять месяцев, он посвятил практике согласно Ламриму, «Светочный пути к Атиши», согласно тексту Атиши «Светочный пути к пробуждению». И он также изучил Терем Чемо, «Большие ступени», который написал Толумпа. И таким образом он смог ясно понять, и не только понять эти учения, но также добиться глубокого духовного опыта в их освоении. И он смог увидеть все учения о совершенстве мудрости, будь то в обширном изложении, в среднем или сжатом, а также учения, которые содержатся в тексте Майтрея «Украшение из ясных постижений», где рассказывается о порождении Бодхичиты, и содержатся наставления, учения, и особые процессы махаянской практики, и процесс прохождения пяти путей, и так далее. Все это было явлено ему на практическое руководство. И в конечном итоге он актуализирует Дхармакайя. И в конечном итоге он актуализирует Дхармакайя. Когда вы практике ламрим, то вы проходите в текущем уровне, где вы актуализируете Дхармакайя. И он увидел, что по мере того, как ты осваиваешь духовный путь, ты подступаешь к такому этапу, где ты, собственно, реализуешь Дхармакайя. Now we have many verses, which talks about the practice of Parman. Дальше несколько, until thank you. Many verses. Несколько стров, на самом деле много стров, посвящены практике Праманы, освоении Праманы. В этой северной стране многие говорят в один голос. Изучали ли они логические тексты или нет? В Праманы Самучае и семилогических трактатах нет этапов практики пути к пробуждению. Но нужно признать авторитетным откровение Манчуши, изрекшего Дигнаги. Труд, сей в дальнейшем, станет оком всех существ. И так, постигнув, что вышеупомянутое воззрение полностью ошибочно и особенно глубоко исследовав структуру этих сочинений, я обрел глубочайшую убежденность в смысле водных стров Прамана Самучае, которые объяснены в Прамана Ситхе, второй главы Прамана в Арктике, о том, что Пхагавана, как воплощение рассудка, рассудка, авторитетен для ищущих освобождения в силу его безошибочных слов о возникновении и прекращении, и потому, что его учение — единственная гавань для тех, кому предстоит вступить в нирвану. И я обрел особую радость, прояснив все ключи к путям обеих колесниц, изучая их одновременно на пути логики. Какая у меня счастливая судьба подумать только, как благодарен я тебе, укладость мудрости святой. Как я вам уже объяснял выше, как я уже говорил вам выше, некоторые люди говорили, что Прамана или тексты по эпостемологии, они содержат только логические доводы, логические обоснования, и они вовсе не показывают путь пробуждения. Но если вы прочитаете вторую главу текста Прамана Вартика, то там ясно рассказывается о четырех благородных истинах. Там ясно объясняется, каким образом Будда стал Буддой, и просветленным существом. Будда стал Буддой, потому что практиковал сострадание. Поэтому там изложен весь путь, духовный путь к нирване. Затем, много кропотливо трудясь над установлением взаимосвязей между Бадхисаттва Пхуми и Махаяна Сутра Аламкара, я увидел все трактаты непобедимого владыки Дхармы и последующие источники как практическое руководство. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе, укладись мудрости святой. Здесь нечего обсуждать. По сути, здесь говорится, рассказывается о текстах Асанга и Майтре, которые он притворял на практике. И далее он рассказывает о том, каким образом тексты по Амадхямаке представили перед ним как практические руководства. В особенности, опираясь на Шикша Самучаю, где поэтапно изложены глубинные и обширные писания, что дает уверенность во всех основах пути, я ясно увидел этапы практики во многозначительности лучших трактатов Нагарджуны, таких как Сутра Самучая. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе укладись мудрости святой. Он говорит, что читая тексты Шантидевы, например, Шикша Самучаю и Бодхичарья Аватару, как он смог понять труды Нагарджуны, которые мы уже объясняли, это шесть текстов, которые я перечисляла чуть выше. Я вам сказала, что есть шесть текстов логических доводов и другие. И в особенности важен метод умы заклювания, который свидетельствует, что нет, что есть индивидуальное существование. с помощью которых доказывается, что нет ничего, что существовало бы независимо. И так ему удалось понять, как практиковать направленное сосредоточение и аналитическую медитацию, то есть випасану и шаматху. Далее в тексте рассказывается о том, как тантрические учения предстали перед ним как практические руководства. Затем, опираясь на ясные практические наставления Будда-гухи, Атхианаттари и Вайрачана Абхисамбодхи, все ключи к пути я увидел как практическое руководство. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе у кладезь мудрости святой. So he's saying after having done to him all the sutra practices as instructions, he now says that all the first three classes of tantra also appear to him as practices. Теперь после того, как он рассказал нам о том, как изучая сутру, он пришел к выводу, что все тексты категории сутры предстали перед ним как практические руководства. Теперь он рассказывает нам о том, как что и три класса тантры, соответствующие учения, также предстали перед ним как практические руководства. Далее он говорит о том, что и учения, относящиеся к канутару йога-тантры, также предстали перед ним как практические руководства. Он пишет, увидев все основы пути шри-тат-пасамграхи заключены в трех самадхи и осознав, как тяжело объять умом способ созерцания того глубинного смысла, я опирался на верное разъяснение великого бандита буддагухи коренных толковательных и объединенных йога-тантры, а также на правильные толкования в стадиях медитации Камалашилы глубинных процессов трех классов тантры. И мой ум освободился от смятения. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе укладить мудростью святой. Мы видим здесь, что учения по анутаро-йога-тантре также предстали перед ним как практические руководства. Which is explained under three topics. First he talks about how the Guhya Samadja appear to him as practices. Сначала он говорит о том, что Guhya Samadja это далее следующая строка, что Guhya Samadja предстает перед ним как практическое руководство. And here also first he talks about the greatness of that tantra. Он говорит о том, насколько великолепна эта tantra. One words. The big one, right? Not big one. Just one more. Just one more. A невыразимо глубочайшая из них царь tantra, славная Гухya Samadja. Yeah, exactly. And having explained that this tantra is very difficult to understand. Объяснив, что эта tantra очень сложна для понимания. He talks about the special pit instruction of this tantra. Он говорит о особо глубоких инструкциях, которые имеют отношение к этой tantре. So, five lines. Выше из философов which should be known from the instruction of Lama up to date. Выше из философов Нагарджуна сказал о ней, что основы пути коренной tantры запечатаны в ней шестью пределами четырьмя способами и потому их следует постичь, выполняя наставления гуру в соответствии с толковательными тантрами. So, that means it is important to understand these are called sealed secrets or difficult to understand without relying on a qualified teacher. So, therefore, normally we don't talk much about tantric practices without having received initiations. Обычно мы не рассуждаем так уж широко о tantрических практиках и в отсутствии посвящения. And then by relying on those instructions of the Lama, how the Guhya Samadji appeared to him as important practices. он рассказывает о том, что он опирался на квалифицированного наставника и так увидел, что Guhya Samadji Tantra предстала перед ним как практическое руководство. Считая это самым важным, я глубоко вникал во все тонкости традиции Арьи-Самаджи, наивысшие тайные наставления, содержащиеся в пяти стадиях на Гарджу, на светильнике, собранные во единой практике Арьи-девы, уровня классификации и так далее. Опираясь на проливаемый ими свет, на коренную тантру и объединение пяти великих толковательных тантр, я практиковал с колоссальным усердием. На практике я обнаружил все важнейшие моменты обеих стадий самаджи в целом и особенно ключевые положения стадии завершения. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе укладить мудростью святой. So this Guhya Samadji talks about, of course, like any other Anuttara Yoga Tantra talks about the two stages, generation stage and completion stage. Especially it talks about the main feature of completion stage, the illusory body, the basis of actualizing the illusory body, which will lead to what is called as union and from that how the illusory bodies of pure and impure are actualized and how to dissolve all the subtle and gross energies into the center of the heart pure and impure 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 and how we can dissolve the energy gross and subtle energy into the center of the heart. And then he talks about how by relying on this Guha Samajja understanding how he was able to develop this understanding of practices of other Alutra Yoga Tantra. Just two lines. Two lines. Yeah. And then he talks about why that he is not explaining this in detail here. One verse. And then finally he talks about how he not only all these teachings dawned to him as practices but he actually engaged in practice. And then first he talks about the actual practice until thank you. Итак, исполнившись сокровищами наставлений, я практиковала, объединяя два пути Махаяны, обычный путь Парамид и две стадии необычайного пути Тантры, целостный путь, собранных воедино основ. Какая у меня счастливая судьба, подумать только, как благодарен я тебе, укладясь мудрости святой. Начиная с своего 17-летнего возраста, и до тех пор, пока ему не исполнилось 37, он получал учения от различных ученых из Цанга, Центрального Тибета. Когда ему исполнилось 36 лет, получив инструкции от Манчжуши, он отправился в затворничество, то во время этого затворничества Манчжуши непосредственно сказал ему, что все эти сложные существа, которых так нелегко усмирить, если просто даровать им учения, то от этого не будет большой пользы. Поэтому сфокусируйся преимущественно на своей практике и отправляйся в уединение. И тогда постепенно ты откроешь для себя правильный путь, который станет реализацией твоих собственных целей и целей других существ. И далее говорится, что четыре года спустя он сумел увидеть все тантрические учения как наставления. И по большей части сфокусировался на своей практике. Когда мы говорили о процессе практики, то он начинается, как мы уже обсуждали, с вхождения учителя, потом следует развитие отречения, потом развитие бодхичитты, потом развитие правильного воззрения, это общая практика для сутры и тантры. И затем, если говорить о необычайных практиках, нужно найти по-настоящему квалифицированного наставника и нужно радовать такого наставника. И затем получить четыре посвящения. И потом хранить и защищать свои обязательства. Вот так мы и практикуем. И затем он посвящает все накопленные им заслуги процветанию учения Будды. Все реки Ганг, обетов подхисад, входят в обет хранить святую дхарму. Поэтому все созданные мной корни добродетели посвящались распространению учения Будды. Какая у меня счастливая судьба подумать только, как благодарен я тебе укладить мудрости святой. Цанкапа выполнял много великолепных практик в том, что касалось слушания, в том, что касалось размышления, в том, что касалось размышления, в том, что касалось строительства храмов, реставрации святых образов, оказывание помощи людям. И после того, как делать все эти практические практики, он всегда посвящал все эти благие деяния, он всегда посвящал заслуги процветанию учения Будды. И это важно. Потому что если будет процветать учение Будды, то будет и благоденствие среди людей. И поэтому неправильно было бы, совершив духовные практики и посвящать все заслуги своему здоровью. Or may I achieve enlightenment for myself. Да буду я здоров или достигну я освобождения только я. И поскольку он завершил процесс слушания, размышления и медитации, он предпринял обширные труды, он преподавал дхарму, он писал о дхарме, including the books that he has written and also the drafts of his teaching. There are 18 volumes. Now, for example, just to give you one example how much he worked hard when he was giving teaching. In one place, Yerlung, during one of the teaching sessions, there were many learned people. там присутствовало очень много ученых мужей. He started giving teaching for three months. Он преподавал учения на протяжении трех месяцев. And in one day, he would open 15 texts, different texts. studying from in the Indian language. You know, all the texts start by saying in the Indian language. И все эти тексты начинались с трофой на индийском языке. То есть, какое название этого текста на индийском языке? 15 different books перед ним лежало 15 разных сочинений. He would teach. И он вот так from the dawn from the dawn to the dusk. И вот так он давал учения с рассвета до заката. So it's not like our session. I'm thinking, oh, four hours. You also thinking four hours. But he was teaching for three months. Teaching 15 different texts. When a shorter version finishes, he would supplement it with another shorter version. Когда краткое изложение заканчивалось, он прочитывал, он доставал еще один текст с другим кратким изложением. And all this teaching he would basically give almost like orally, although they are a text, but he did not hesitate to teach the meaning. And these were like major texts. And people who were listening to his teaching, they all would say that this person must be somebody who has special influence of a special personal deity. And who has obtained this never-forgetting memory. So this is just one example. And then finally, we are talking about what is the reason for composing this text of his kind of study. Автор пишет какова цель написания такого текста после всей этой обширной учебы. So it's clear. It's primarily to further enhance my good deeds. Enhance? Enhance my good deeds. Понятно, для чего он это делает, для того, чтобы приумножить свои собственные добродетели, свои собственные хорошие деяния. And also to show the unmistaken path for many fortunate beings. А также для того, чтобы указать безошибочный путь, безошибочный подход множеству счастливцев, способных к ясному развлечению. So, therefore, I mean, today, of course, we cannot explain much, we have not much time, and also with the tantric things, you know, it's very complex. But what you need to know is, later on you should do this study, then you should do exactly what he did. Что здесь для нас, важно для нас? У нас сейчас не так много времени для того, чтобы очень подробно останавливаться на объяснении этого текста. И потом здесь очень много отсылок к тантре, а это такой отдельный предмет, который требует осторожности в объяснении. Но затем, когда вы будете возвращаться к этому тексту снова, вы должны будете думать о том, что вот он путь, и мы должны в своей практике поступать ровно точно так же. И наконец он посвящает заслуги, которые он накопил, тем, что написал это сочинение. В силу созданного тем самым собрания благих заслуг, пусть и существа поступая так же хранят непревзойденную нравственность Будды и вступят на путь радующий всех победителей. И далее последняя строчка, где говорится, что этот текст написан восточном пхикшу цанкапы лапсан такпы в монастыре ганден записал же каши поринчин пау. Здесь он говорит, что он кратко описал, как именно он учился. Другими словами, он совершил много удивительных вещей. И он пишет это не для того, чтобы как-то себя возвеличить, рассказать людям насколько я прекрасен. So one, not to highlight himself too much, he just wrote a short биографию. And the elaborate one also not very easy for many people to digest. Because the power of his concentration, the qualities of his power of concentration and also power of performing miraculous deeds. There are too many things to talk about. and many other qualities that you don't know. And then he says the Bhikshu who had extensive hearing. as we already studied, he had extensive hearing not only on sutra and tantra, but also language. arts, arts, or something like technology, technology, not the modern technology, medicine, epistemology and other areas. And all this he studied not just by reading books, but contacted reliable teachers. And he was also especially taken care of directly by Manjushri. And as result of his hearing, he actualized very high level of tantric realization. But he did not take the excuse of tantric practice and then led a life which is neither a monk nor a lay person. Because these days there are people who say that I'm a great tantric practitioner, therefore I must have a wife or something. So he kept the monastic discipline pure. Right? These days there are some who are monks before. And later on they get disrobed. And then to justify their disrobing and they would say I am able to help others much now because I layman and not a monk. This is questionable. You may be meeting many people but not necessarily helping everybody. Okay. Then finally again as we discussed earlier having written this biography he again says whatever merit I have earned may this be a factor for the flourishment of dharma. The Buddhists have underwent extensive hardship and the great teachers have in the past wrote text they engage in extensive discussion have given extensive teaching they gave an teaching the translators have worked very hard to translate the sutra and tantra. These are all done for the flourishment of the dharma. But today he says this writer who wrote the commentary people are just ignoring the words of the Buddha and the tracters here they themselves lead a life which is not so different from dogs and pigs and they are unable to do any practice any meditation so therefore they would make a statement like all sentient beings are Buddha right from the beginning. So to such a statement who will believe except stupid people? And therefore it is important that whether it is the external environment or the sentient beings within these are all dependent on various actions various karmas they all arise by depending on their causes and conditions they are merely designated so they are independent existence therefore they are like dream however because of different nature there will be different fruits therefore therefore you should have this very high philosophical view the view of emptiness you should have high philosophy view of but very detailed understanding of what to give up and what to practice is it is true that all sentient beings have the Buddha nature but because of the differences of whether your mind is pure or not there is difference between sentient beings study of the meaning of dependent origination through hearing thinking and meditation and then travel through the paths and grounds five paths and ten grounds and actualize the of Buddha Okay we are done Thank you Questions some questions yeah Oh string with questions yeah 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 Thank you so much for such deep teaching Yeah It is removing obsession to this life and obsession to the future lives when they talk about it it means to avoid the existence of life and future and these three aspects of the path clearly says when you think about the preciousness of human life and there is not much time in human life there is not much time in our life when you make your mind familiar with these realities you will be able to stop or reduce obsession to this life to you to and if you think about the infallibility of caucific relationship and also think about the sufferings of the samsara you will able to remove obsession to the future life there is renunciation renunciation does not mean you throw away all your wealth it happened at the time of melarepa there was one gentleman who was very impressed by melarepa who had nothing then this person said i should also be like him and he threw away everything after few days he started suffering because his mind was of course not strong like melarepa so after few days when he started suffering he said this milarepa not only he is a beggar he also made me a beggar so renunciation means removing grasping craving or attachment to what you have not throwing things だから we понимаем устранение цепления привязанности за то чем мы обладаем не выбрасывание этих самых вещей Окей, да. Русского поэта Иосифа Бродского. Его судили и изгнали из страны. Он был вынужден мигрировать в США. И единственное, чего он добивался в следующие 10-11 лет, это встреча со своими родителями. И его родители умерли, и он так с ними не увиделся. И, читая об этом, я просто преисполнился ненависть к тем людям, которые принимали эти решения. Это настолько завлекает меня. Я как человек не могу спокойно относиться к этим вещам и не знаю, как справляться с этим. Ваш народ, ну и наш народ тоже в середине прошлого века испытал тяжелые решения. В частности, ваша земля была оккупирована, вы были вынуждены покинуть ее, и до сих пор не можете вернуться на свои земли. Как вы справляетесь, как вы находите в себе силы для того, чтобы испытывать сострадание к тем людям, которые принимали эти решения, которые забывают о том, что такое человеческая жизнь, а о ее ценности? Позвольте мне привести цитату из Нагарджуны. Нагарджуна писал, если хочешь справиться с врагом, ты должен вооружить себя, поднять себя с помощью знания, с помощью образования. От негативных эмоций, от злонамеренных мыслей нет ровным счетом никакого толку. Потому что если ты взрастишь в своем сердце негативные эмоции, то ты причинишь вред себе, а не врагу. Например, вы сказали, что вы испытали гнев. Как думаете, эта проблема, которую вы рассказываете, решилась от того, что вы рассердились? Скорее всего, она лишь принесла несчастье в ваше сердце. Поэтому гнев — это не решение. Поэтому его святейшество, опираясь на учение Будды, говорит нам, что если уж кого-то и нужно ненавидеть, то ненавидеть нужно грех, а не грешника. Когда ты видишь, что другие творят неправедное, нужно критиковать, порицать совершенные этим человеком неблагие деяния. Но не нужно испытывать гнева или ненависти к самому вершителю неплагого. Всегда оставляйте возможность для этого человека исправиться. Потому что мы все в какой-то из областей своей жизни когда-то поступаем неправильно. Но мы очень умны. Если я совершаю ошибку, то я сразу скажу, извините, я ошибся. То есть я мгновенно провожу различие, как бы такое расстояние есть между мной самим и совершенной ошибкой или совершенным неблагим деянием. Но если неблагое деяние совершает какой-то другой человек, то мы этого разграничения не проводим, эту дистанцию не оставляем. Мы говорим, до чего плохой человек? Она ужасна. Поэтому мы не оставляем для людей возможность стать лучше. Да, ситуация сложная. Вещи не всегда идут так, как развиваются, так как нам того хочется. Но если возникают какие-то проблемы, их нужно решать с опорой на здравомыслие, а для этого необходим спокойный ум. И в особенности, если вы очень хороший буддийский практикующий, то мы ведь говорим, что все живые существа, наши братья, сестры, наши матери, да, сейчас эти братья, сестры, матери делают много дурного, потому что они как сумасшедшие. Давайте рассмотрим нашу собственную мать, например. Скажем, наша мама на протяжении жизни была очень доброй, очень хорошей, приятной женщиной, пока все нормально было с ее рассудком. Но представим, что сейчас ваша мама выжила из ума, да? И начинает вести себя очень глупо. Она злится, она кричит, все время повышает голос. Пытается с крыши спрыгнуть. И если вы хороший сын, что в этот момент вы должны сделать? Разозлиться на свою мать, побить ее, может быть. Если вы хороший сын, вы проявите к ней еще больше любви или еще больше сострадания, вот сейчас, именно в это время. Потому что она так поступает не потому, что ей это нравится, а потому, что у нее уже ум отказывает. Поэтому у вас должно быть еще больше сострадания. То же самое и с сегодняшними злодеяниями, которые творятся сейчас. Они творятся потому, что у людей ум не работает. Они могут называть себя великими людьми. Но в основе этого величия, так называемого вооружения, амуниции. Это такое величие, которое зиждется на идее, одни побеждают, другие проигрывают. А это плохо. Но как бы то ни было, мы не можем в одночасье изменить кого бы то ни было. Это касается и китайских руководителей. Его святейство постоянно говорит о переговорах, о диалоге. Тибет был независимым государством. Но даже несмотря на это, его святейство говорит, ну что ж, хорошо, мы можем жить и в составе Китая. Если вы предоставите нам подлинную автономию, которая позволит нам сохранять нашу религию, нашу культуру. Но Его святейство Далалама говорит, что проблема с китайскими лидерами заключается в том, что рот-то у них есть, а ушей, похоже, нет. Они все время читают лекции, никогда не прислушиваются к другим. В этом проблема. Помните, недавно я говорил на днях, на наших занятиях, слушай больше, говори поменьше. Но в их случае все наоборот. Они то и дело говорят, но никому не прислушиваются. Но это создает проблема не только для Тибета, но и для самих китайцев. В конечном итоге этот подход не полезен также и для самого Китая. Китай, как любая другая страна, очень озабочена тем, чтобы у нее был достойный имидж. Это тоже страна, которая хочет быть государством номер один. Но невозможно стать страной номер один, если ты притесняешь людей, если ты убиваешь людей, если ты вводишь цензуру и так далее. Поэтому получается, что их действия, они находятся в противоречии с их собственными желаниями и устремлениями. Также необходимо проводить различия между китайскими руководителями и китайским народом. Китай принадлежит китайскому народу, а не руководителям. То же самое можно сказать и о любой стране. Страна принадлежит народу, а не горских людей. Длинное послание. Мне 27 лет, я много путешествовала, 5-6 лет исследую в силу своих возможностей буддизм. Полгода жила в Гималаях, в Ладаке, в монастыре Тиксей. Единственное место на земле, где я чувствовала себя дома, на своем месте. Последние два года я думаю о принятии монашества. Хотела бы жить в Гималаях. У меня хорошая мирная жизнь, наполненная друзьями, но я не вижу смысла в дальнейшем мирском образе жизни. С другой стороны, в этой жизни я рождена в теле женщины. Для чего? Возможно, я должна родить ребенка. С 16 лет 3-4 пожилых человека подходили ко мне, незнакомые пожилые люди, и говорили, у тебя будет особенный сын. Думай об этом, просто думай. Эти истории, эти слова незнакомых пожилых женщин останавливают меня. Возможно, монашество не для моего рождения. Два года я живу в нерешительности, в подобной ситуации. Подскажите, пожалуйста, как быть? Иметь сына неважно. Мир и без того уже перенаселен. Мир и без того, чтобы заводить собственного ребенка, может, лучше кого-то усыновить. Если у вас есть средства для того, чтобы вырастить ребенка. Потому что так много бедных, но очень умных детей, у которых нет возможности для того, чтобы получить образование. Сониме, это ваш выбор, безусловно, но что я бы посоветовал. Конечно, если вести обычный мирской образ жизни, то каждый скажет вам, что да, да, сын, это хорошо, у каждого из нас должен быть ребенок. Но мне кажется, что это не столь важно. Важно, вне зависимости от того, станете вы монахиней или не станете. Важно, чтобы стать монахиней, это очень легко. Обрел голову, облатился в другие одежды, и первые несколько дней ты чувствуешь большое воодушевление этим путем. Но не забывайте, что в этом случае вы будете оставаться обычным простым человеком. Нужно также практически поразмышлять о том, как вы будете выживать, как вы будете вообще жить после того, как вы станете монахиней. Даже став монахиней, все равно у вас останется желудок, останется рот. Как вы прокормите себя, как вы будете чувствовать себя в безопасности во всех этих разнообразных местах. Это хорошая идея сама по себе, стать монахиней, но здесь нужен очень четкий план. Конечно, ситуация разная, разница в разных странах, все складывается по-разному. И вы можете стать монахиней и здесь остаться жить. Это тоже никаких проблем не будет, я не знаю. В одной из лекций Кишлак приводил пример, осуждение ситуации. Люди часто ругают себя с собой, в особенности даже тех, кто много-много лет дружит, и хорошие друзья, и близкие, поругавшись, не общаясь долгое время. И вот Кишлак приводил примеры к золоту, в пользу того, что тот, кто сделает первый шаг, он нам разрустит, а не проиграть. И вот хотелось бы, чтобы Кишлак напомнился. Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, you see, на первом, you need to see our attitude. Во-первых, нам нужно посмотреть на свой внутренний настрой. For example, I don't know where I mentioned, but I give the example of two people who are friends for, let us say, 30 years. Not just friends, but very close friends. But unfortunately, this morning, you had some quarrel. And then you decided to part your ways and refused to talk to each other. Now look at this. You are able to remember that 5-10 minutes quarrel and not able to remember 30-year-long friendship. This is human way of thinking. So that's why I was saying, as you said, it's not easy. But it is not easy, because if you go and say sorry, people will say, oh, he must have made a mistake. That's the people way of thinking. But don't worry about people. But because you have been friends, you know that person for 30 years. So now, for example, take the example of family members, you know. They get angry all the time. They quarrel all the time. But because there's more love. So generally, they live together. So if you have that love, should be, because you are 30-year-long friend, you can go and say sorry. Then you are winner. Because then you did not lose your friend. And friendship will be stronger. But if you don't do that, you will lose your friendship. So that's what I was saying. So that's what I was saying. So that's what I was saying. Yeah. Okay. Yes. So what is the reason for fear? How fear appears and how to confront it? Fear, there are reasonable fears, unreasonable fears. If you are chased by a mad dog, it's a reasonable fear. Better run away. If you have fear when there is turbulence in the airplane, then that fear, of course you get that fear. But there's nothing you can do. So better to sit calm. Sometimes you know what I do when there's a big turbulence. I hold tightly on the handle of the chair. In the airplane. Will that help? So instead of that, probably you take a deep breath, you know. Or watch a movie or something like that. Something to calm your mind. Yeah. Okay, there was one here. There's a question. Can you come a little bit here and say? I know a lot of people want to learn a better language. And your library has a very good course for a better language. So right now I can go easy because I'm asked that I want to learn a better language. So can you make that available for people who want to learn a better language? Online. Online courses. Online. Вопрос, можно ли, поскольку многие хотят изучать тибетский язык, но не все могут позволить себе поездку в Индию, в библиотеку, в библиотеку, которая возглавляет Гишела, нельзя ли сделать так, чтобы в библиотеке были также и онлайн-курсы? Thank you. Thank you for reminding. Или аудиокурсы. Не обязательно онлайн, то есть не обязательно в прямом эфире, но... Yes, 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 yes. Audio. Thank you, yes, yes. Thank you for reminding. Большое спасибо, что вы напомнили нам об этом. I've been thinking about this, but could not practice. Because you need more special teachers, you know, a lot of things. But... Okay, 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 okay. Просто можно записать аудио... Yeah, yeah, okay, okay, okay. ...аудиозаписи сделать, приключения, которые уже даются. To make audio lessons available and, if possible, also online courses. I will keep this in my life. I will keep this in my life. I will keep this in my life. Какие люди говорят тибетский? No, 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 no English. There's a lot of English speaking around people, so there's a lot of English courses. There's a lot of English courses. There's a lot of English courses. Okay, okay. There's a lot of English courses. Just out and English. Yes, okay. There's a lot of English courses. Yeah, 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 yeah. Thank you very much. Thank you very much that you exist, and I'm so astonished that you are here and we can actually communicate. I'm not real, no, you see. I'm online. To some degree, it's an online course. It's an online course, not online. I just feel like a lot ofalanche in this course is something that I was on for this course. How do I need balance? How do I have alibi? Нужно попробовать так поступить. Как я уже говорил выше, если сегодня вы слышите хорошую новость, не надо выходить из себя от радости. Потому что плохая новость не за горами. Если сегодня вы получаете плохую новость, не слишком расстраивайтесь, потому что хорошая новость на подходе. Вот так устроена наша жизнь. Поэтому очень важно видеть все эти возможности и стараться находить решение. Как я уже говорил, если есть решение, то тогда нет повода беспокоиться, волноваться. Потому что решение есть, его нужно найти. А если решение нет, тогда тем более без толку беспокоиться. Потому что если будешь беспокоиться, решение никогда не найдешь. Поэтому не нужно тратить слишком уж много времени, занимаясь теми вещами, теми неразрешимыми проблемами, которые не в нашей власти. Чем-нибудь другим займитесь. Что такое мысль? Это то, что порождает ум человека? Или это то, что приходит в ум? Или это еще сложнее? Это то, что порождает ум человека. Когда мы говорим о теле, это то, что у нас есть. И у нас тоже есть ум, который порождает эту мысль. Ну, последний, пожалуйста, давайте, вы не спрашиваете. Я в самом начале практики, у меня вот сложилась такая картинка в голове, что эволюционная как-то должна представить этот наш духовный путь, как бы двигаясь по пути взаимозависимости, по полю абсолюта, и освобождаясь от клеш и учась воспринимать жизнь, какая она есть, мы, правильно я понимаю, что мы реализуем, должны реализовать природу Будды, и, ну, это не значит, что достичь просветления и освободиться от сансара, но все-таки вот конечная точка какая? Конечная точка нашего пути? Да, и правильно ли я понимаю, что все-таки в конечном точке мы все равно остаемся относительным существом, не сливаясь с абсолютом, если я вообще правду, правильно ли я понимаю. Соги Шлайман, в самом начале спиритового путьа, вы понимаете спиритовый путь правильно? Мы пытаемся понять, что индивидуальный оригинальный оригинальный путь, и на этом путь, мы можем называть это состоянием Будды, или более надежным счастьем, но если мы достигаем этого состояния Будды, мы все равно остаемся relative being, и мы никогда не становимся абсолютным существом, или это так? Да, совершенно верно, даже достигая состояния Будды, мы остаемся относительным существом. Будда не становится чем-то постоянным, потому что Будда не становится чем-то постоянным, потому что его ум продолжает функционировать. Но мы не теряем индивидуальность. Нет, индивидуальность мы никогда не теряем. Например, когда вы писали докторскую диссертацию, вы потеряли свою идентичность? Вы стали доктором, но все равно вы доктор с таким-то именем. Ваша идентичность сохранилась. То же самое можно сказать о Буддах. Они одинаковы по своему уровню знаний, но тем не менее они сохраняют свои индивидуальные характеристики, свою идентичность. Потому что Будда говорил в том, что касается внутренней трансформации. Да. Интернарной трансформации. Мы становимся Буддой и достигаем внутренней трансформации, устраняя все негативное. То есть это конечная точка революции. Да, наша конечная точка. Революция и достижение состояния Будды. Спасибо. 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 Спасибо.